Победа Насчет ответственно, неответственно не знаю В принципе приз довольно-таки большой Игра не так важна для общего сезона Но приятно было бы выиграть И опять же закрепить результат, который мы взяли в предыдущем году Надеюсь наш старт не будет таким же, как в прошлом опять же раз Будем стараться Если уж говорить о подготовке к турниру То стоит упомянуть, что на этой неделе вы въехали в буткемп Не мог бы ты сказать там буквально пару слов о том, что он из себя представляет И как у вас обычно протекают тренировочные дни Буткемп обычный Конечно не пентхаус Но тренироваться можно Пока мы только настраиваемся То есть, так сказать, начинаем использовать это преимущество, которое мы до этого не смогли Когда мы собираемся вместе Но что-нибудь придумаем А после готовиться продолжится LCS Осталось три регулярные недели, затем плей-офф Планируете ли вы вернуться в буткемп или у вас какие-то другие планы? Да, мы останемся на буткемпе Возможно съездим домой на несколько дней Но большую часть времени проведем за тренировками Вместе А, ну давай тогда вернемся к самому турниру В прошлом году он, наверное, многих удивил посещаемостью В этот раз здесь еще больше народа Это как-то сказывается на тебе? Волнуешься ли ты? Или ты наоборот готов показать себя Не знаю, как можно лучше перед такой огромной аудиторией? Ну, опыт о большом... Ну, много опыта с облечами уже Мы ездили просто не пересчитать количество турниров Для меня аудитория это, можно сказать, фон Но все равно приятно Я не волнуюсь, когда играю перед кем-либо Или без кого-либо, важно играю или нет Возможно, есть что-то такое, когда ты проигрываешь обида Но волнение это уже позади Ну, а, например, если вы одерживаете в обеду перед такой аудиторией Вы встаете, снимаете наушники Не воодушевляет тебя там крик и толпы Их поддержка, аплодисменты и так далее? Ну, конечно, приятно Я думаю... Так сложно сказать Я думаю, воодушевляется, когда ты победил Это самое главное воодушевление Толпа, которая поддерживает тебя перед телевизором Или толпа, которая перед тобой В принципе, мне приятно и то, и то В первом матче вы встречаетесь с командой ТПА Это команда, которая остановила вас на пути Финала, финала второго сезона На этом турнире вы с ними встретитесь в любом случае Подошли ли вы как-то, не знаю, более ответственно к этому матчу С желанием отомстить им за былые поражения? Откровенно, я не особо знаю, как играют наши китайские оппоненты Но, посмотрев игры китайцев перед этим Которая вот сейчас проходила Были Фнатики против IG, наверное Я могу сказать, что, в принципе, они неплохо подготовлены Если ТПА у них там лучшая команда Не знаю, там, значит, IG какая Я в этом за их сцены не слежу Я больше видел корейские игры Их транслируют Китайские такая закрытая, в общем, трансляция Я их не видел Или, может, они не проходили в ближайшее время Мы будем играть в нашу обычную игру Я не думаю, что что-то изменится Надеюсь, мы задавим их нашим скиллом Для вас это будет первый турнир на патче 4.3 Внесет ли он вообще сильные изменения в вашу игру По сравнению с предыдущим патчем? Сложный вопрос, потому что 4.3 мы уже играли Я уже даже не помню изменений Потому что мы играли на нем Если для турнира он сейчас, то играем мы уже давно Я уже не помню, какие изменения были с 4.2 до 4.3 Поэтому нам не очень сильно На нашу игру это не очень сильно повлияет Потому что когда мы играли на 4.2, мы уже тренировались на 4.3 Я думаю, это в каком-то смысле даже нам проще будет Я надеюсь, что в этом патче все еще можно собирать Играть Манамунтом на дна от Рокса Девкап на Шивану Ну давай тогда в заключении такой вопрос Основываясь на материале, который сделали про тебя на OLG Sports Вся ваша команда отвечала на вопросы для его создания И все участники команды сказали, что ты довольно-таки упрямый молодой человек Что если у тебя есть свое мнение, ты его всегда отстаиваешь Мешает ли это тебе приходить к компромиссам с командой? Мнение у нас у каждого разное Я думаю, по поводу того, как играть Все-таки люди, они отличаются друг от друга В этом и фишка индивидуальности Но я думаю, собрать вместе все лучшие части Собрать лучшие стороны мнений И в этом заключается победа Спасибо тебе за интервью Что бы ты хотел сказать напоследок? Я бы хотел, я думаю, передать привет всем, кто болеет Это в первую очередь Ну и всем тем, кто перейдет на нашу сторону После того, как мы одержим победу Спасибо, что посмотрели интервью С вами был Евгений, он же Дарьен Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...